Добрый день, Дмитрий Викторович, добрый день, уважаемые депутаты. С 2014 года органы местного самоуправления Красноярского края осуществляют полномочия по уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений в соответствии с трудовым кодексом. Эти полномочия им переданы законом края наделения органов местного самоуправления. Внесенным законом предлагается привести в соответствие закона наделения органов местного самоуправления полномочиями по уведомительной регистрации в соответствии с изменившимся федеральным законодательством включить категорию муниципальных округов в закон о наделении полномочий. Дополнительных расходов бюджета не потребуется, изменится статус муниципальных образований, которые получают субвенцию на переданные полномочия. Спасибо. У меня все предлагаем рассмотреть в двух чтениях. Коллеги, вопросы к докладчику, пожалуйста, если таковые есть. Юрий Михайлович, от комитета, пожалуйста. Да, проект также рассмотрен комитетом. Замечания устранены. Прошу поддержать в первом и втором чтении. Спасибо. Коллеги, есть ли иные мнения, кроме как поддержать в двух чтениях? Спасибо. Принимается. Седьмой вопрос. Михаил Викторович, прошу. Вашему вниманию представлен проект закона внесения изменений в статью 1 закона края о величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии. Напомню, что такая величина прожиточного минимума в соответствии с федеральным законодательством устанавливается в Край с 2010 года. Начиная с текущего, 2020 года, рассматривали такой закон уже в прошлом году, расчет величины прожиточного минимума пенсионера для целей социальной доплаты делается в соответствии с федеральной методикой, совершенно твердой по устройству, в соответствии с показателями прожиточного минимума на федеральном уровне. Внесенным законом предлагаем установить с учетом норм федерального законодательства краевую величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в размере 10 963 рубля с ростом на 9,2% к уровню текущего года. Поскольку расчетная величина прожиточного минимума будет превышать среднероссийский уровень, выплата региональной социальной доплаты к пенсии будет производиться с привлечением средств краевого бюджета, при этом федеральным законодательством предусматривается софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета в размере 75%. Проект рассмотрен в установленном порядке, предлагаем рассмотреть в двух чтениях. Коллеги, вопросы к докладчику, пожалуйста. Вера Егоровна, от комитета, прошу. Спасибо большое. Комитет рассмотрел этот вопрос на заседании и рекомендует в сессии принять его в двух чтениях. Спасибо. Андрей Петрович, чуть позже зажегся микрофон. Пожалуйста. Да, у меня вопрос. На комитете поднимался вопрос и согласно заключению счетной палаты говорится о том, что у нас недостаточно средств в довольно серьезном объеме. Я услышал ваши комментарии, но с учетом того, что средства уже выделены и федеральный бюджет принят, я хотел бы сказать, что у нас на краевой бюджет будет основная львиная доля ложиться? Нет, 75% будет... Да, значит, 75% финансируется за счет средств федерального бюджета. Действительно, на сегодняшний момент общая сумма средств федерального и краевого бюджета не совпадает с расчетной. Но приняли решение включить именно такую, то есть это наиболее, скажем, такая эффективная позиция для работы с федерацией, для того, чтобы получить дополнительное финансирование. Мы рассчитываем, что в течение года дополнительное финансирование федеральное в пропорции 75% будет. Я просто хотел бы коллегам сказать о цифре, это порядка почти полмиллиарда рублей, поэтому и она должна у нас появиться при корректировке, насколько я понимаю, в марте месяце, но весенней. В корректировке весенней либо осенней, как только федерация примет решение о дополнительном финансировании, потому что сегодня федеральная цифра общая, расчетная, она нашей расчетной потребности не соответствует. Собственно, диалог такой с федеральными министерствами начался, они понимают, на самом деле, показатели прожиточного минимума в федерации в этом году принимались очень поздно. И в этом смысле, как бы, досчет будет происходить в следующем году. Александр Владимирович, пожалуйста. Вы стремитесь, вы не сказали ни слова, но я думаю, что всем депутатам было бы интересно о том, что сумма 10963 до копейки подсчитана. Что же может пенсионер приобрести за эту сумму? Вот, ну, визуально. Сколько это в корзине, в магазине выезжающий пенсионер туда и чего может положить? То бишь, я понимаю бюджет, я понимаю федеральные там жесткие установки расчетов. Ну, к чему мы должны стремиться? Это, ну, мне кажется, некая теория, на которую нужно стремиться там, да, выравниваться, исходя из источника. А сколько вообще мы должны, к чему приходить? 30 тысяч, 28, особенно в Норильске, да? На что может прожить человек? Как это считают кто? Вот попробовать нас с вами в магазине встретить и наложить. Скажите, вот это бралось или нет за основу, чтобы, допустим, говорить о том, что да, на самом деле это очень минимальная сумма. Потерпите, скажите, мы знаем, что надо там 28 тысяч, мы пока определяем 10. Мы ни слова об этом не говорим, ссылаемся на федерацию, что у них жесткое там требование. Ну, у них там свое садовое кольцо. Как у нас в крае? Ответьте, пожалуйста. Значит, давайте, наверное, тогда с самого начала, то есть пенсионное обеспечение. Я извиняюсь, я извиняюсь. Дело в том, что комитет проходил, вы все знаете, в дистанционном порядке, да? И возможности вот так тет-а-тет в глаза спросить, ну, там очень сложна она. Александр Иванович, ну, надо, наверное, начать с коэффициентов, которые применяются там по этим. Нет, ну, на самом деле, предыстория вопроса, она же всем понятна. Пенсионное обеспечение – это полномочия федеральная, то есть полномочия федеральная, реализуемая через федеральный пенсионный фонд. Значит, одним из способов, одним из способов федерации же своим законодательством увеличение размера пенсии, увеличение доходов, так сказать, пенсионеров, получающих наименьшую пенсию, в 2010 году избрала вот эту технологию доплаты. И, собственно говоря, на фоне того, что федерация же вот в прошлом году определила, как именно ее считать и на 75% финансируют, ну, разговоры о том, сколько нужно или сколько можно, они, в принципе, прикладного-то значения не имеют. То есть вот такова технология сегодня социальной доплаты. Другой просто нет. Меня, если честно, поражает слово прикладное, да, когда мы говорим о живых людях и рассчитываем о том, что как они будут ежемесячно жить. Я вас спросил конкретно, вы видите тот пул продуктов, на который можно, условно, значит, с этой доплатой рассчитывать? И какой пул продуктов вы видите о том, что к чему мы должны стремиться? И когда вы ссылаетесь на федерацию, мы здесь все представители народа края, и мы, конечно, должны это знать и стремиться, и в том числе взаимодействуя с федерацией. Менять их мнение и настаивать на своей точке зрения. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, Егор Сергеевич. Ну, вот все-таки в продолжение вопроса Александра Владимировича, вопрос-то получается непонятен какой. Вот эта величина расчетная, которая предлагается к утверждению, она каким образом подлежала своему расчету? То есть бралась какая-то потребительская горзина, анализировалась стоимость продуктов питания, там, каких-то минимальных. Это были исследования, когда фактически там в торговых сетях информация запрашивалась, или это были данные Росстата. Вот все-таки порядок определения вот именно этой суммы, то есть ее с жизнью как-то сверяли вообще, возможно ли вот на эти деньги конкретному пенсионеру купить набор продуктов питания на месяц, при этом заплатить за услуги ЖКХ, там, купить лекарства, если это необходимо. Вот об этом вопрос, вот все-таки поподробнее, порядок расчета, как он был определен, почему до рубля определено, и отходу взялась цифра. Цитирую, значит, существует постановление правительства Российской Федерации номер 975, вот июля 2019 года. Значит, величина прожиточного минимума для цели определения социальной доплаты считается следующим образом. То есть берется соотношение прожиточных минимумов статистических в регионе и в Федерации, и на этот коэффициент умножается федеральный прожиточный минимум, установленный для этих же целей. Все, весь расчет. То есть он с жизнью, получается, никак не связан? Ну, я получил ответ на вопрос, спасибо. Коллеги, давайте я все-таки предложу, будем давать возможность представителям комитета поступать в конце. То есть если микрофоны не горят, и я предоставил слово комитету, означает, что вопросов нет. Поэтому прошу как-то быстрее реагировать. Вера Горна, еще раз, пожалуйста, от комитета. Я просто еще хотела бы добавить к тому, что задали вопрос Александр Владимирович и Егор Сергеевич. Ситуация какая? У нас существует несколько зон для прожиточного минимума. И прожиточный минимум устанавливается не для того, чтобы говорить нам здесь, что можно купить на эти деньги. Прожиточный минимум рассчитывается для того, чтобы выплачивать пенсионерам социальные выплаты различного типа. То есть у нас в крае очень много льгот. И они все считаются именно от величины прожиточного минимума. Для этой цели и устанавливается прожиточный минимум. Еще раз повторяю, комитет рассмотрел данный вопрос на своем заседании. И обращается к сессии поддержать этот закон в двух чтениях. Законопроект в двух чтениях. Спасибо. Коллеги, вопрос действительно важный. Вот и Край, безусловно, закладывает свои краевые средства для того, чтобы выплачивать пенсионерам эти средства, которые превышают общероссийский показатель. Считаю, что надо поддержать данный законопроект в двух чтениях. Есть ли иные мнения, коллеги? Спасибо. Принимается. Да, пожалуйста. Вы обвиняете нас за, а на самом деле, пробитесь вы. Но дайте хоть секунду. У нас, допустим, совершенно другое мнение. Кто за, кто против, воздержался принято. Мне кажется, нужна пауза. Мы хотели проголосовать против. Мы не согласны ни с методикой, ни с Суммой, ни с Верой Егоровной. Потому что мы определяем эту базу, от нее потом считаем. И если неправильно посчитана база, естественно, от нее все социальные. А кто-то ничего не будет получать. Я вас услышал. Я единственное... Вы же слышите, да, что я задаю вопрос. Если есть иные мнения, вы говорите, прошу поставить вопрос на голосование. Хорошо, я буду делать чуть побольше паузу. Коллеги, таким образом я ставлю вопрос. Вы настаиваете, чтобы мы проголосовали сейчас, правильно? Коллеги, предлагаю проголосовать за сейчас представленный законопроект в первом чтении. Комитет рекомендует поддержать. Прошу голосовать за первое чтение. Законопроекта, пожалуйста. Спасибо. Принято. Коллеги, голосуем за второе чтение представленного законопроекта. Пожалуйста, прошу голосовать. Спасибо. Принято. 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 Продолжение следует...